Дневный разворот Дневный разворот Нас ожидают Что будет конкретно там проходить Но уже анонсировано ограничение движения автомобиля Перекрытие будет Нескольких центральных улиц В общем, мы о всем поподробно поговорим Во втором части после 12 Антон Абатуров и Григорий Францев к нам придут Будут рассказывать об этом В первом части мы хотим Обсудить инцидент Трагичный инцидент Произошедший позавчера 21 июня в нашем городе Я думаю, что многие уже в курсе произошедшего И дело уголовное возбуждено В общем, в сквере борцам революции Это рядышком со Спасским собором Да-да, и с памятником Степану Халтурину Да, и со стадионом Динамо Футбольные ворота Как нам удалось узнать Вернее, не удалось узнать Это уже общедоступная информация Футбольные ворота, которые непонятно как Появились в этом сквере И непонятно когда Потому что ощущение, что они очень давно там находятся Да, они рухнули на 7-летнего мальчика Ребенок получил серьезные травмы В том числе головы Был доставлен в центр ортопедии Манипуляции определенные там были проведены с ним Но мальчик Все в порядке с ним, да, вроде бы Ну пока, по крайней мере, мы не видели сообщения о том Что с ребенком что-то случилось еще Ну, увы, такое происходит и в нашем городе И в нашем регионе в целом Ну вот, например, мне вспоминается случай 2019 года Помнишь, в августе в пижанке Получил серьезные травмы, если не ошибаюсь Трехлетний мальчик Он катался на карусели, которая была неисправна И получил тоже очень серьезные повреждения Чуть ли там неоткрытые переломы ног Обеих ног В итоге дело было тоже возбуждено И тоже по статье халатность И наказание понесла глава администрации местного поселения Потому что в ходе следствия было установлено Что эта площадка, где карусель установлена Она относится к муниципальной территории Глава администрации Выплатил компенсацию Пострадавшей стороне 150 тысяч рублей В итоге уголовное дело там было прекращено И судебный штраф 15 тысяч рублей Назначен в итоге Ну вот тоже состояние нынешнее этого ребенка Я, к сожалению, не в курсе Ну вот Вот такой трагичный инцидент Мне кажется, что здесь очень как бы Такая ситуация Ну как сказать Ее не предотвратить, наверное, в будущем Хотя мы видели уже, что сразу после этого трагичного случая В Рио губернатор Александр Соколов поручил проверить все существующие в Кирове и в районах области Мы имеем в виду позавчерашний случай Да, да, да Спортивные площадки На предмет находящихся там сооружений, оборудования Посмотреть, что в порядке, что не в порядке Либо привести в порядок, либо демонтировать Я знаю, что проверки эти уже идут Они и в Кирове прошли У нас сегодня в этом часе будет представитель терроруправления по Первомайскому району Который расскажет, что в Первомайском районе обследовали и посмотрели Но проблема-то ведь шире гораздо То есть не только спортивных площадок она касается Если говорить о спортивных каких-то территориях Которые в ведении находятся Либо управление спорта, да, городского Либо Министерство спорта областного Территориях официально там признанными спортивными Там, скорее всего, все оборудование, которое поставлено Оно и сертифицировано, и с разрешениями установлено И наверняка за ним как-то следят Если это официальные какие-то площадки Если это неофициальные какие-то площадки То не очень понятно, откуда оно там появляется Чьими усилиями, да, вот эти же самые ворота Я так понимаю, что сейчас устанавливается Откуда они могли там возникнуть Кто их принес Вот В первую очередь там было сказано, что их надо оттуда убрать Убрать, убрать Потом будут выяснять Да, чьи это ворота И не факт, что удастся выяснить И мало того, спортивные площадки, спортивные какие-то объекты Это ведь не единственное место, где дети могут травмироваться Можно вспомнить, несколько лет назад проводилась в Киеве акция По-моему, вообще Российский народный фронт ее организовывал По поводу детских площадок, да, обследовали детские площадки На предмет безопасности И здесь все еще сложнее, потому что детские площадки могут располагаться Как на муниципальных каких-то, да, участках, не знаю Так и на придомовых территориях И там уже ответственность несет либо управляющая компания Либо ТСЖ, либо жители И мы помним историю, когда Т-плюс затевали Вот этот большой перенос детских площадок Потому что оказывается, что многие из них расположены Стихийно были над теплотрассами Либо вблизи непосредственно Либо вблизи, да, это тоже представляло опасность А потом не надо забывать, что в городе Кирове До сих пор еще, несмотря на все усилия Огромное количество каких-то незавершенных строительных объектов И стройки это тоже место, где дети, подростки могут травмироваться Ну, стройка, мне кажется, все-таки это такой режимный объект Там существует круглосуточное, на мой взгляд Да ладно Наблюдение какое-то Это оно должно там быть Я не знаю, мои дети еще не в том возрасте, когда их привлекают стройки Подростки в основном Я не знаю И в центре города тоже полно было долгостроев каких-то Которые не были законсервированы, обнесены заборами А уж что говорить там про заброшки какие-то, да Где там деревянные какие-то вот эти постройки и прочее Где те же подростки могут, не знаю, там скрываться тихонечко от родителей И, не знаю, сидеть там И тоже ведь не совсем безопасное место В общем, вот такая история Ну и к тому же надо помнить о том, что у нас не только спортивные площадки На муниципальной земле, на частной Рядом со школами, да, с образовательными организациями Есть эти площадки для занятия спортом Спортивные площадки, да На частной территории, общедомовой территории тоже зачастую это оборудовано Да, много спортивных площадок, детских игровых площадок Было построено по разным там программам в последнее время Но и большое советское у нас наследие, да, еще осталось Когда вот эти полуразрушенные, покосившиеся Какие-то вот обшарпанные, разрушенные конструкции Которые тоже, на мой взгляд, вызывают Вернее, носят, несут какую-то опасность очень серьезно Да, и это мы про Киров говорим А что говорить про районы области Мне кажется, что там, может быть, не знаю, там В силу того, что денег не хватает И еще что-то на вот этих вот детских там территориях Или еще где-то могут возникать какие-то сооружения построенные Условно говоря, родителями И я вообще не уверена, что там родители Ставя какую-то качельку, например, да Ходят и спрашивают на установку этой качельки Какое-то разрешение, согласование, сертификацию какую-то Если это самодельная качелька Естественно, ее никто никогда не сертифицирует И тоже непонятно, как это все проверить Как установить чьяна, да А если опять сейчас начинать все демонтировать и все убирать Ну, дети останутся вообще неприкаянными Без каких-то объектов Без возможности хоть что-то, да, сделать Поиграть Ну, так или иначе, да, уголовное дело, повторюсь, возбуждено Часть 2, 293 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации Я не знаю, есть ли смысл слушать комментарий От следственного управления У нас он есть Он в звуке Мы уже проговорили, да, в общем-то Да, но мы все рассказали, что там есть внутри К сожалению, пока следователи не готовы давать более подробные комментарии Потому что идет расследование То есть вот все, что можно сказать Это то, что дело возбуждено По факту вот этого вот Трагического инцидента Ну и возбуждение уголовного дела Оно накладывает определенное ограничение В плане предоставления информации Да, и не только на следственные органы Но в том числе и на администрацию города Который тоже сейчас конкретно этот случай комментировать не может Но расскажет нам про проверки Которые прошли в Первомайском районе, как минимум А я предлагаю просто начать уже подключать тихонечко наших экспертов Давайте мы Дмитрия Сергеева попробуем набрать сначала Это генеральный директор строительной фирмы Маяковская Эксперт регионального штаба Общероссийского народного фронта Еще раз слушателям напоминаю, что ОНФ в свое время изучал вопрос безопасности детских площадок И, по-моему, вопрос вот этих вот строек, заброшек Опасных для людей, для горожан В том числе там для подростков, для детей Тоже они поднимали Претензий, насколько я помню, там было достаточно Достаточно Нарушений, каких-то моментов Потенциально опасных Не только для юных кировчан Но и вполне себе взрослых Там было найдено много Да, ну и плюсом еще Дмитрий Сергеев Это человек, который участвовал в Реконструкции об устройстве Парка Дворца пионеров В той большой команде общественников И там тоже, насколько я помню Процесс еще не завершен Да, спортивная площадка, такой спортивный комплекс Который, я надеюсь, что сертифицировали Сейчас нам Дмитрий Валерьевич более подробно все расскажет Добрый день Добрый день Здравствуйте, да Дмитрий Валерьевич, насколько у нас городская среда Потенциально опасна для молодых Для детей Им проводили бы соответствующие исследования Изменилась ли ситуация за последнее время И действительно, насколько она серьезна Насколько велика вероятность в нашем городе Вот таких подобных печальных инцидентов Однажды мы можем столкнуться с этим Можно ли их предотвратить проверками какими-то Дайте оценку, пожалуйста Ну, начну с того, что в рамках Народного фронта Мы неоднократно проводили мониторинг детских площадок И, в принципе, я не помню ни одного раза Чтобы мы не находили каких-то нарушений Причем это были какие-то, мол, иногда и малозначительные Но иногда и потенциально опасные Которые грозили жизни и здоровью детям Например? Чаще всего встречались какие нарушения? Это, во-первых, сетка рабиц, у которой торчали концы То есть, к сожалению, был подобный случай Когда ребенок просто во время игры накололся глазом На вот такой кусок проволоки И получил серьезную травму Тогда обошлось, ну, более-менее Но, тем не менее, могли быть более тяжелые последствия Часто мы видим какие-то конструкции Которые находятся не в проектном, скажем так, положении То есть они накренились Они погнуты Они неустойчивы То есть, что может потенциально привести, опять же, к травмам Часто видим какие-то острые грани Может быть, отломанные какие-то элементы Либо сгнившие элементы И торчат там саморезы, болты, куски, доски Что может привести к травме во время игры детей В общем, распространенная, да, достаточно ситуация? Да, то есть... И это мы говорим про детские площадки Которые как детские площадки существуют То есть это не пустырь какой-то там, да Где что-то поставлено самостийно А это вот реально существующая детская площадка Детские площадки, ну их можно, наверное, как-то так подразделить Есть, которые на придомовых территориях Есть, которые в местах общего пользования То есть они когда-то были смонтированы На тот момент они, может быть, и соответствовали всем требованиям Но в процессе эксплуатации Что-то пришло в негодность И это нужно либо ремонтировать, либо демонтировать В любом случае, должны собственники земельного участка Проводить периодический осмотр И вот по результатам этого осмотра Принимать меры ремонта Либо, может быть, даже и удалять эти элементы А как реагировали, вот как раз упомянутые Собственники этих участков На которых располагаются площадки К которым вы предъявили претензии Вот вы проверили, да, что дальше было? Мы предъявляли результаты своего мониторинга Мы передавали уже в органы власти и прокуратуру Почему? Потому что мы общественная организация И воздействовать как-то на собственников У нас нет таких полномочий А вот у органов власти и у надзорных органов Такие полномочия есть То есть дальше мы получали ответы о том Что выданы там предоставления Либо предостережения И в основном мы видим то, что Происходил демонтаж опасных элементов То есть имели эффективный выход, выхлоп Ваши действия, ваши обследования Да, то есть в результате эти опасные элементы Они убирались с детской площадки То есть у нас в принципе любой собственник Может выйти во двор, посмотреть Какая детская площадка в его дворе находится И свои какие-то требования, какие-то замечания Отправить в адрес управляющей компании Если мы, как бы, речь идем о придомовой территории И управляющая компания обязана Прорегировать на это В конечном итоге ведь собственники Нанимают управляющую компанию Для того, чтобы она обслуживала их общее имущество А там известно, существуют ли вообще Какие-то нормативы Периодичность, с которой должны Обследоваться эти объекты Насколько тщательно они должны Обследоваться, что за специалисты Должны этим заниматься У нас на сегодняшний момент Есть технический регламент Который предъявляет требования Это к вновь смонтированным Или вновь, которые сейчас создаются Детские площадки И покрытие на детских площадках Современные, да, вот эти конструкции Это да, вот которые сейчас действуют То, что было смонтировано ранее Естественно, под эти нормы Может и не попадать Поэтому здесь оценку рисков Должны производить собственники То есть это, скажем, безопасно Или это небезопасно То есть какого-то такого Четкого норматива В этом, в площадках Которые смонтированы были ранее Нет Периодичность осмотра Ну, если, так скажем Применительно к объектам недвижимости Это весенний и осенний Может быть и чаще А в ходе мониторинга, Дмитрий Валерьевич Претензии предъявлялись К конструкциям, к постройкам Еще оставшимся с советских времен Или не обязательно Вот есть даже вполне себе Современные, недавно возведенные объекты Но уже там появляются Какие-то недочеты Потенциально опасные Которые могут нанести Физические увечья детям В большинстве случаев Это были площадки Которые построены Там, скажем В советские времена Но на памяти есть и случаи Когда были это Современные Скажем так Недавно построенные площадки Но они уже пришли В негодность То есть что-то разрушилось Или что-то было сломано Это мы говорим Про детские площадки Если вернуться Вот к этой ситуации Которая Случилась позавчера Я так понимаю Что там территория Вот этого вот сквера Она использовалась Разными группами людей И продолжает Использоваться Там, да Со своей целью Скорее всего Ворота эти Не дети туда принесли Вот эти футбольные Я подозреваю Нельзя ручаться Нельзя Ну слушай, Володь Ну тяжелые они Я подозреваю Что это скорее всего Были какие-то взрослые Которые, может быть Играли там Вечерами в футбол Или еще как-то Возможно, конечно Их установили Эти ворота В свое время Там и официально Даже, да Была какая-то Не знаю Там программа Или еще что-то Я сейчас посмотрела В интернете Стоимость футбольных ворот Начинается там От трех От четырех тысяч рублей То есть теоретически Вот можно себе Представить ситуацию Есть дом Ну как бы Есть рядом пустырь Условно есть там Жители этого дома Которые хотели бы Не знаю Мячик погонять Где-нибудь Вот в этом поле Да Но у нас вот часто На окраинах города Есть еще вот эти Свободные территории Я не знаю Там условно Тоже Урванцево Да Вот в районе знака Там же эти поля Да Те территории Купили эти ворота Привезли Привезли И поставили просто И естественно У людей даже мысли нет О том Что с кем-то Надо это согласовывать Потому что это Вроде как площадка Куда дети Особо не бегают Вроде взрослые играют Не знаю Честно пока Вот история Не развелась настолько Что нам официально сообщили Муниципальные территории Муниципальные территории Так ведь у нас Мне кажется Писходит на земле нет Мой жизненный опыт По этому поводу Да То есть У нас же есть пример Когда По инициативе Скажем Жителей Общественных организаций Была создана Площадка воркаута На территории Дворца пионеров Как это происходило То есть Во-первых Было получено Согласие Собственника И организация Которая эксплуатирует О том Что они дают Согласие На размещение Данной площадки Был сделан Проект При закупке Использовалось Сертифицированное Оборудование И После того Как все это было сделано Это все было Безвозмездно Передано На баланс Дворца пионеров Причем Передана была И проектная документация И сертификаты И вот на сегодняшний момент Эта площадка Эксплуатируется Но Дворец пионеров Уже отдельные Должностные лица В данной Образовательной Организации Они осуществляют Контроль за Этой площадкой То есть Проводят периодический Осмотр При выявлении Нарушений Там принимают Меры для того Чтобы это все Устранить То есть Собственник сам Должен контролировать Что на его территории Находится Вот к тому моменту Что сами люди поставили Да люди могли поставить Но собственник должен Проконтролировать Да здесь что-то появилось То о чем я не знаю То что Мной Скажем так Не ставилось И Либо это должно быть убрано Либо это должно быть Привестись В Безопасное состояние Вот кстати Про ворота Это к сожалению Не первый случай В нашей стране И были И с летальными Исходами травмы То есть Об этой потенциальной Опасности Ну я думаю Что знают Наверное Те кто Эксплуатирует Земельные участки Те кто занимаются Образовательными Чувствиями Знают точно все А кстати Дмитрий Валерьевич Да Как вы считаете Может быть Муниципалитет Власти нашего города Должны усилить Работу Что называется В этом направлении Ну когда Общественники Помогают Осматривают Это хорошо конечно Но Самим бы Наверное Не помешало Держать что называется Руку на пульсе И Действительно Представлять В каком состоянии Находятся те или иные Потенциальные Опасные Тем более Для детей Объекты Вот я с вами полностью согласен На упреждение На упреждение Работать Общественники И жители города Это в помощь У нас есть Ну скажем так Государственные органы Муниципальные органы Которые За бюджетные деньги Осуществляют Эту деятельность То есть это их Ну как бы Прямая служебная обязанность Ну я Насколько понимаю Сейчас как раз Вот эти проверки идут Поподробнее нам Об этом расскажут Я не знаю Вот Есть в городе Бесхозная земля Дмитрий Валерьевич Вот эти все пустыни Нет У каждого земельного участка Есть свой собственник Даже если у земельного участка Нет собственности Такая ситуация может быть То отвечает за это Муниципалитет Потому что это находится На территории муниципалитета Без вариантов Спасибо То есть Либо собственник Либо муниципалитет Других вариантов здесь нет Спасибо Спасибо Дмитрию Сергееву Генеральному директору Строительной фирмы Маяковской Эксперту регионального штаба УНФ Двигаемся дальше И сейчас попробуем Владимира Шебардина Набрать Ну у нас У нас сегодня такая программа Мы просто попробуем Такой спектр мнений собрать По поводу того Возможно ли проверками Предотвратить Вот подобные трагические истории Ты знаешь Я накануне передачи Помониторил Поискал подобные происшествия В России Вообще да в России Происходят С детьми Их полным-полно С воротами? Нет Вообще в целом На каких-то детских площадках Игровых площадках То есть там Где детишки могут побегать Развлечься Мячик попинать И так далее Чуть ли не в ежедневном формате В режиме Вернее Происходят эти вещи Вот последнее Что нашел 1 июня В Международный День защиты детей В Белгороде Ребенок Семилетний Тоже мальчик Получил серьезные травмы Он бегал по Некой капитальной конструкции Капитальная стена Кирпичная Которая Ну не знаю То ли по периметру Детской площадки стояла Но как-то вот ее обрамлял И он бегал по ней Она просто обрушилась То есть это бортик такой Да Бортик такой Она просто обрушилась Он естественно Со здоровьем получились Большие Прибольшие проблемы Владимир Шабардин Уполномоченный По правам ребенка В Кировской области К нам присоединяется Владимир здравствуйте Добрый день Добрый день Да Скажите пожалуйста Ну вот Понятно что Те проверки Которые инициированы В РИО Это наверное Полезное и нужное дело Проверки спортплощадок Но вот Возможно ли Такими проверками Пожарными Что называется Да Когда что-то случилось Предотвратить Трагические истории Происходящие с детьми Или все-таки Работа должна быть Более системной Я не знаю В школе Рассказывать о том Что можно Что нельзя Работа должна быть Конечно Более системной Мы На протяжении Последних Несколько лет Инициировали Несколько Скажем так Проектов То есть у нас На советы Делали такой проект Как карта Безопасного детства Как раз С проработкой Прорисовкой Прорисовкой Всех опасных Ключевых точек То есть это и Ну скажем Эти же ворота Это открытые Коммуникационные люки Это ветхие Спортивные площадки Это прям наложено На карту Кирова Было, да? Да, это было Прямо на карту Кирова У нас было предложение Еще при Предыдущем Грандоначальнике Да, то есть мы Предметно Этот вопрос Обсуждали С Министерством Информационной Технологии Как это сделать То есть Есть возможность Там цифровые площадки Как сделать так Чтобы у нас Вот эти Сообщения Приходили моментально В администрацию Города В частности Да И мы увидели с вами В режиме онлайн Насколько быстро Этот сигнал принят И насколько быстро Эта проблема Устранена Но к сожалению На данный момент Этот проект Так и остался В проработке Скажем так Хотя заинтересованность была Мы встречались С нашими информационщиками И с Шульгиным В свое время Вот Но я надеюсь Что Возможно Вот Нашнее Новое руководство Проявить к этому проекту Интерес И Там Независимо от этого То есть Мы И осенью И весной Проводим Макс Безопасное Детство Как раз По Тем объектам Которые Находятся Совместно С общественниками И так далее Но Еще раз Почеркну Невозможно Вот Знаете Мы там Прошли Вот В понедельник Условно Да Вот эту территорию Нет никакой гарантии Что во вторник На ней не может Появиться Эти же Там Не зафиксированные Не учтенные ворота Да Поэтому Это Вещь Которая должна Работать Ну Постоянном режиме В режиме онлайн Этот же Открытый люк Он появляется Ну Моментально Там Интересно И Ребенок Может С него Провалиться Через Две минуты После того Как Эта крышка Люка Исчезла Так Это О чем Говорит О том Что В том числе Общественность Должна Более Бдитель Бдительна Должна Быть Какая Я согласна Никакие Контролирующие Органы Никакие Контролирующие Органы Или Да Там Никакой Технадзор Скажем так Не Состоянием Постоянно В полном Объеме Мониторить Всю Территорию При этом У нас Есть Большое Количество Заинтересованных Людей Которые В этом Могут Участвовать По городу У нас Город поделен На Избирательные Округа И депутат Избирательного Округа В частности Мог бы Присоединить Активно С Населением И Собственно Говоря Зачить Территорию Своего Округа От Опасных Объеков Мне кажется То что сейчас Говорит Владимир Имеет смысл Только в том Случае Если Тот проект О котором В самом Начале Он сказал Все таки Будет Каким-то Образом Реализован Потому что Люди Которые Видят Какой-то Потенциально Опасный Объект У них В этот Момент Возникает Мысль Что Может быть И надо Кого-то Предупредить Но Я по своему Опыту Сужу Я не знаю Кого Куда звонить В управляющую компанию Если я увидела Это возле дома В городскую администрацию Это ладно я Я могу посмотреть Все телефоны И у меня Извините В записной книжке Телефонов Чиновников И контролирующих Каких-то ведомств Достаточно Чтобы можно было Позвонить И проконсультироваться Обычный человек У которого Этого списка Телефонов нет Он что сделает Он либо зайдет в интернет Либо если у него Возможности такой нет Я даже не знаю У нас справочной службы Сейчас нет Телефон администрации Этого человека нет Единая диспетчерская городская служба Все таки есть Да Но где гарантия Что он туда позвонит То есть он же должен видеть Какую-то реакцию На свое сообщение Чтобы это работало Должна быть реакция Видимая человеку И тогда вот С рафанным радио Это все разнесется Кстати по-моему Есть ведь опыт реализации В других городах В той же Москве Неких цифровых Мы об этом и говорили Мы подобные проекты и брали И здесь как раз То о чем Маня говорит Мы из этого момента исходили Что нам житель Не должен думать Куда ему звонить Куда вот эту метку ставить И куда она уйдет Что эта метка Должна уходить автоматически Либо в управление Дорожной парковой Инфраструктуры Либо в какой-то Соответствующий отдел Это вот уже Должна уходить Автоматически внутри То есть житель Нашел Увидел опасный объект Он его обозначил Зафиксировал Он его передал А дальше Вот собственно говоря Если это идет речь Об областном центре То администрация города Уже внутри Там своего большого хозяйства Должна Там моментально Распределить Что это чье Да А у нас Как правило Даже вот Возьмите люки Да Кому они принадлежат У нас зачастую Там Выясняется Месяцами Да Этому ведомству Этому 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 То есть вот этот Простой пример Возьмите обычный люк В крышке Вы пойдете И вы поймете Что у них может быть Там ни один собственник Вариант Ни два Ни три То есть это не обязательно Ты плюс будет Да Собственник люка Или водоканал Это может быть Связисты Это может быть вода Это может быть Отопление Это может быть Что-то еще Это может быть Не поставлены на учет Какие-то сети И так далее И так далее И так далее Да И вот Эта проблема может Решение этой проблемы Можно на самом деле Занять больше времени Выяснения Чье это Да Нежели просто взять Люк привезти И положить его на место А вот Владимир Владимирович Хочу уточнить Карта Да Которой мы говорили Проект не реализован Собственно К сожалению Там наполнение Это могут сами Жители города Обеспечивать Да То есть Снял Мобильное приложение Некое Да Отправил Да 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 Вот как раз Да Это как раз Это как раз Завечило о том Что Сам Любой человек Может это сделать Ну там Были определенные Срежения По верификации Да Но они Достаточно Не сложны То есть Зарегистрироваться Надо было Да На этом портале Да Да Ну мне кажется Это вообще При там Умелых ручках Программиста Это все Можно даже Госуслугам Привязать То есть Чтобы это Можно было Через госуслуги Делать Потому что аккаунты На госуслугах Мне кажется Ну там За время Ковида Причем всех Появилось Много что Централизуется И привязано К другу Поэтому Там есть Были моменты Что если У вас есть Учетная запись Там-то Там-то И там-то То вам В принципе Ничего не надо Дополнительно Это Это мне кажется Вот такая Самая удобная Система Потому что Ну дежурному По городу Люди Может быть И дозвонятся Тоже мне кажется Не всегда Можно дозвониться Я давно не пробовала Но еще раз Людям нужна Обратная ответ Люди должны понимать Что их заявка Их сигнал Услышан И увиден И вот если Человек Сказал Что я вам Попал фотографию Вот этого Ну на примере Ушлюков Да Вот этот люк В этом месте И он увидел Что эта фотография Появилась Вот на этой метке И эта метка появилась И там красный значок И он там Через полчаса Поменялся на желтый Как в идеале Что сигнал принят И услышанный Что-то работает И там стоит Отметка о том Что да Такая-то организация Или такой-то отдел Ну скажем Администрации города Этот сигнал получили И по нему работают То он должен То он будет понимать Что занимается Этой проблемой А через какое-то время Там должен быть зеленый флажок Что проблема устранена Да Через какое-то время Там появляется зеленая метка О том Что это И по наличию Там красных меток В идеале Долгоиграющих Да Вот каких-то Мы можем понять Там Какая структура У нас не срабатывает Да И почему эта проблема Так долго не решает Владимир Валерьевич А тогда Когда создавалась Эта система А потом заглохла Все Все уперлось В деньги Или в людей Ну то есть Просто некому Было этим заниматься И перетрубаться И то И то И то И некое волевое решение Ну собственно говоря Там сверху Да Потому что все понимали Что это вопрос А кто будет В текущем режиме Этим заниматься Собственно говоря Платформу мы готовы сделать А кто будет ее поддерживать Да То есть не говоря о том Что давайте мы будем Привлекать У нас есть и волонтеры Ребята Да И кого-то Либо автоматически Если это идет То не нужно кого-то Ну вот Собственно говоря Я не знаю У нас ЦУР целый создан Можно ведь на ЦУР Это все завязать Наверное Центр управления регионом Они же тоже могут Это как-то контролировать Могут Да Элементы Как бы То о чем я говорю Есть и в деятельности ЦУР Они присутствуют Уже и сейчас Но я думаю Что один из моментов Который на тот Момент был Это В том числе Было Нежелание видеть Большое количество Красных точек На территории Собственно говоря Об основном центре Ага Понятно Об этом тоже могу сказать Понимаете Вот когда Раз и мы получаем Карту На которой там Вот просто там Все горит Вот такими точками Все горит Да И сразу видно Как эффективно В кавычках Работают Некоторые службы В том числе Я думаю Что в том числе И вот этот момент Тоже Понятно Хорошо Спасибо за комментарий Владимир Шабардин Полномоченный По правам ребенка В Кировской области Да Действительно Очень даже Неплохая идея Было бы здорово Если бы получилось Ее реализовать Конечно Да И я Не знаю Мне кажется Что Но в нашу-то цифровую эпоху Безусловно Давно пора Это сделать Конечно Не то чтобы Одним Наверное А самым оптимальным Выходом Да В сложившейся ситуации Информирование И передача Соответствующей информации На рекламу Уходим Да Уходим Да Убегаем И вернемся Продолжаем Нашу передачу Напоминаю Что в первом части Разворота Говорим мы Об инциденте Произошедшем В областном центре Во вторник 21 июня Семилетний мальчик Получил травмы После падения На него футбольных ворот Произошло это все В сквере борцам Революции Заведено уже Уголовное дело О чем следственное управление Сообщило Халатность Повлекшая по неосторожности Тяжкий вред здоровью Человека подключилась Прокуратура И руководство региона Дало срочное поручение Провести проверку Всех потенциально Опасных Открытых площадок Спортивных площадок Не только на территории Областного центра Но и на территории Всей области И эти проверки Как было анонсировано Накануне Проходят и 22 июня То есть накануне И сегодня Должны проводить встречу 23 числа Вот сейчас как раз Об этих проверках И мы поговорим Да, Сергей Решетников К нам присоединяется Заместитель начальника Территориального управления По Первомайскому району Кирова Сергей Николаевич Добрый день Здравствуйте Здравствуйте Да, скажите пожалуйста У вас на территории Первомайского района Проверки прошли уже Насколько я понимаю Да? Да, мы Основная часть Тех спортивных площадок В том числе И футбольных полей Которые У нас находятся На балансе Мы провели Уже Обседование А сколько их? Поясните пожалуйста Ну вот у нас Два футбольных поля Ну Универсальных площадок То есть У нас Они Под Стрипбол Под волейбол И под минифутбол А что это за площадки? То есть Это не стадионы ведь? Это не стадионы Это не стадионы Это площадки Общедоступные На общественных территориях Ну наверняка Одна из них Это площадка В Коминтерне На Павла Корчагина Которая не так давно Была открыта Да И вторая площадка У нас На Розеликсембург Но это официальные площадки Как я понимаю Которые открывались Все таки там С санкций Каких-то администраций Да Администрация знала По крайней мере О них Об этих площадках Которые находятся На муниципальном балансе И оборудование на них Скорее всего Сертифицировано Ну конечно Мы только Даем сертифицированное Оборудование Принимаем А есть ли на территории Вашего района Я просто поясню Ну понятно Первомайский район Это ведь не только Самая центральная часть Нашего города Где многоэтажные дома Но это ведь Большая территория Частной застройки Это Вересники Это Коминтерн Заречная часть города Где много каких-то Полей Простите пожалуйста Вот их вы успели осмотреть Потому что там же Тоже может быть Что-то установлено Причем уже установлено Силами жителей И вообще без вашей Как бы санкции И вас никто Наверное даже В известность Об этом не ставил Ну конечно То есть на Придумуемых территориях Мы тоже подготовили Запрос Чтобы управляющая Компания Непосредственно Каждая управляющая Компания Вышла себе На территорию И еще раз Убедилась В своем оборудовании Именно в спортивном И в детском Это мы сейчас Про многоквартирные дома А я-то вот у вас Про территории Спрашиваю Где дома Не многоквартирные Где может быть Частный сектор Частная территория Либо вот вересники Там извините Эти двухэтажные домики Да не знаю Как их назвать Ну погодите Там ведь тоже есть Управляющая Общеживающая И управляющая Организация Да и управляющая Организация То есть мы же Совместно проводим Мероприятия То есть у нас Как говорится Зоны ответственности Поделены Общественные территории Относятся К муниципалитету А многоквартирные дома То есть мы им тоже Написали Чтоб они проверили То есть это ведь Зона риска Большая И каждая управляющая Компания Она Так или иначе Тоже проверяет Как и мы Понятно Надеюсь Не только проверили Но и отчитались Поставили вас Результатов Вы от них Отдавите Ответов Ну сейчас мы Вот собираем Результаты Потому что Управляющей компании Очень много Чтобы проанализировать Качество ответов И действительно Сравнить С действительностью Нам надо Определенное время Хорошо Давайте теперь Поговорим о том Что в ходе Этих проверок Вы увидели И обнаружили Есть ли серьезные Нарушения Насколько серьезные Пожалуйста Ну мы Эту работу Она ведется у нас На постоянной Основе Никак не связана То есть мы Так или иначе Экспектируем Общественные территории Там В соответствии С правилами Благоустройства Специалисты Визуально Смотрят То есть У нас Кроме спортивных площадок Есть Спортивные тренажеры Где вращающие части Там Разбалтываются Скрипят Ну и Жители нам Помогают Конечно В этом Когда скрипит Тренажер То они Горят Нам Но мы Сами Видим Иногда То есть Мелкий Ремонт Мы проводим То есть Подтягиваем Все части Которые Вибрируют Если Мы Видим Что у нас Там Тренажер Или еще Какое-то Оборудование Опасно То мы В принципе Там В течение Суток Реагируем Либо Мы Запрещаем Доступ Либо мы Его просто Снимаем И увозим То есть Такие Ситуации Тоже были Когда вы Что-то демонтировали Ну вот в районе Набережной Грина Да Я хотел сказать Набережная Грина Мы Демонтировали Население Сразу там А куда убрали Потому что Оно небезопасно А все Нам доказывают Да чего там Немножко болтается Я объясняю Что вот это Немножко Может привести К травме Ну Эксперты Посмотрели Но мы Заменили Эти тренажеры На набережные Теперь они Там Новые То есть Достаточно Мы же Тоже понимаем Что Антивандализм Должен присутствовать В данных тренажерах Сергей Все-таки Вот В эти В последние Часы Уж не знаю Там Были какие-то Вчера Сегодня Были нарушения Обнаружены Выявлены Ну На наших Территориях Там Мы Увидели Ну На спортивной площадке Там Ворота Опять Самопальные Какие-то Принесли Но мы Сегодня Их Увезем Это где На какой Спортивной площадке На Павла Корчагина На Павла Корчагина Понятно Ну в общем Я говорю Что вот эта ситуация Она вполне может быть Когда жители Купили Не знаю В условном Спортмастере Какие-то ворота Заказали в интернете Заплатили Дяде Петя Дядя Петя У себя в гараже Сварил Сварил несколько трупов И все И вперед Я не знаю Мне кажется Тут еще работу С жителями Конечно Надо проводить Да Сразу поясню Слушателям Что мы Про ситуацию В сквере У борца Борцам революции Не можем Сергеем Николаевичем Говорить Пока идет уголовное дело Так понимаю Да Мы не можем вам Задавать вопросы На первоначальном этапе Расследования Безусловно Администрация Участвует Я надеюсь Все-таки Что работа Вот эта Которая сейчас ведется Она будет Достаточно детально Проведена Можно еще один вопрос Сергей Николаевич Давайте сейчас Чтобы практическую пользу Принести Куда обращаться Какие каналы связи Существуют с жителями Куда звонить И сообщать О потенциально опасных Вот таких местах Так Можно В единую Диспетчерскую службу У нас Взаимосвязь есть Можно Нам в теруправление То есть Любой звонок Он же проверяется То есть Там сообщения Идут Вот Там В каждый район Можно свою администрацию Позвонить Ну Если не знает То единая диспетчерская служба Круглосуточно работает То есть принимает Это 48 4 0 Да Это 64 А 64 4 0 64 4 0 Простите Все уже там Да В общем Не помню Есть связь То есть Кто захочет Тот находит Всегда И мы Откликаемся То есть Мы ведь С населением В принципе Работаем В других направлениях Они знают Куда позвонить Спасибо Спасибо за комментарии Сергей Решетников Заместитель начальника Теоруправления По Первомайскому району Города Кирова Был с нами на связи Да Действительно Попробуем Очень быстро Сейчас набрать Еще Ольгу Тарыки Но председателя Организации Родительский контроль Мне кажется Что очень коротко Мы с Ольгой Все-таки Проговорим Что Ну Можно конечно Пытаться создать Безопасную среду Вокруг там Да Но Все равно Должна быть Какая-то Работа Не знаю Родители с детьми Да По тому Чтобы рассказывать Им что опасно Что нет Хотя я не знаю Как дети воспринимают Эти предупреждения Очень может быть Что в подростковом возрасте Они воспринимают Наоборот Настолько широкая тема Это Каких-то За 4 минуты Не уложить Вещей Которые угрожают Детям Тут и правила Дорожного движения Да И не катайся ты Где попала На самокатах И на велосипедах Не ходи Где попала Не играй Где попала Вот На самом деле Создается ощущение Что Вот те претензии Которые высказываются В адрес молодого поколения Что она постоянно В гаджетах сидит Уж пусть лучше сидит Да Но дома на диване Слава богу Дома на диване Ничего там Себя не сломает Не бегает нигде Ольга Здравствуйте Да У нас не очень много времени Я знаю Что вы в дороге И что со связью Может быть Там проблема какая-то Да Скажите пожалуйста Ну вот эта вот ситуация С мальчиком Который травмировал Травмирован Упавшими на него воротами Она я так понимаю Что скажем Предотвратить ее Конечно можно было Но не упали бы в ворота Могло случиться Что угодно другое Все-таки родители Как-то с детьми Должны Работу какую-то проводить Или нет Добрый день Да Да однозначно Конечно Родители должны С детьми разговаривать Как минимум показывать И наверное Каким-то образом Рассказать Что это Вполне возможно случиться Но если вот Вспомнить наше детство Я думаю Что наверное Все мы проходили Через какие-то ситуации Не совсем стандартные И наверное Ну может быть Ворота на нас не падали Но какие-то моменты Случались Конечно Это все-таки жизненный опыт Это все-таки жизненный опыт И наверное Когда там С тобой что-то случается В следующий раз Ты туда уже не полезешь Поэтому в любом случае Конечно Родители однозначно Должны Детьми общаться Рассказывать Опасно Не опасно Можно нельзя Ну и В любом случае Наверное Ребенок сам Вот познавать Этот мир Так как Ну это необходимо Да Ну задача взрослых Все-таки Создать вокруг Безопасную среду Вот на ваш взгляд Киров для детей Город безопасный Или нет Ну я думаю Что далеко нет И нам много есть К чему стремиться И если мы говорим В принципе Любую сферу Что детскую площадку Что детский сад Что школу Мы далеко От моментов Ну безопасности Детей в целом То есть Наверное Травму можно получить Ну практически везде Вот Потому что Наверное Много факторов Сказывается И в первую очередь Это Ну финансирование Финансирование Всех вот этих Вот безопасных площадок Да Мы наверное Их делаем Да Вот там Ушел на прайти Тут у моей Гомпортно-городская Суда Вот в дворах Нам позволяют Это сделать А вопрос обслуживания Он все равно остается Какие-то управляющие Компании Активно этим занимаются Кто-то говорит о том Что нам это не надо Вы это строили Вы это И содержители Ну да Масса примеров Когда торжественное открытие Происходит Какого-то объекта Ленточку перерезали Ленточку перерезали Потанцевали Речь сказали И все А потом Это все захеревает Портится Опасные вещи там Торчать начинают И так далее Ну конечно В любом случае Обслуживать Потому что Вот я буквально Сегодня просто Нахожусь в Твери И вчера случайно Видела новости По телевизору И там вот как раз Новые площадки Два случая показывают Когда у детей Оторвало пальцы Новые площадки Вопрос именно Обслуживания То есть Да мы ее поставили Мы про нее забыли И конечно Она требовала Так или иначе Чтоб ее Кто-то проверял Смотрел на безопасность Ольга Спасибо большое Ольга Тарыкина Председатель организации Родительский контроль Депутат законодательного Собрания Кировской области С нами была на связи Мы уходим сейчас Завершаем первый час разворота Через 20 минут Вернемся в эту студию О другой теме будем говорить Но об этой теме Не забываем Тоже к ней вернемся По результатам Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова